Продолжение следует... Какие есть позитивные и негативные стороны и, собственно, о том, как это может развиваться в России. Ну, начну я с того, что такое краудфандинг. Это такая модель финансирования частных и общественных инициатив путем группового финансирования и социального объектива, нормального инвестирования. Еще называется индивидуальное микропрожертвование, ну или по-русскому складчание, да, когда что-то делается сообща. Это старинная русская традиция, которая, к сожалению, была абсолютно удовлетворена в связи с последними, с советским периодом нашей жизни, нашей истории. И сейчас, ну, может быть, многие знают, да, что КАП проводит ежегодно этот обзор, и по нему мы находимся там предпоследняя страна с конца по объему частных пожертвований. Ну, согласно исследованию, проведенному только 5% людей, говорят, что они жертвуют как частный благотворитель. Вот, поэтому, возможно, в нашей стране это все, невозможно так и есть, к сожалению, в нашей стране это все не так быстро развивается, но подвижки есть, и вот, собственно, моя задача сегодня по ним рассказать. Что такое краудфандинг? Краудфандинг в широком смысле это толпа и, соответственно, какие-то взносы, да, фунды, которые эта толпа предоставляет. В широком смысле это краудсорсинг, который получил огромное распространение, когда вот происходит какая-то глобальная проблема, на Гаите, например, в Японии, да, и толпы людей тут же начинают сдавать кровь, нанести деньги, вещи, там, посылать какие-то микропожертвования, вот, все это вместе краудсорсинг. Краудфандинг это то, что относится непосредственно к деньгам, то есть к каким-то ресурсам конкретно финансовым или материальным. И можно подразделить все эти платформы, их очень много, но мы их, я их разделила на творческие проекты и социальные, и вот среди творческих, самый большой, в Гикстартер, на нем финансируются проекты, которые связаны с дизайном, картипированием, программированием, фэшн, какие-то истории, написанием книги, музыки, в общем, если вы творческий, талантливый, креативный человек или группа музыкальная, у которого есть какая-то идея, вы можете свою идею рассказать там и попробовать получить финансирование. Вот так выглядит, собственно, механизм, да, что за два года в предыдущем было запущено около 20 тысяч проектов, из них около 7 тысяч собрали необходимую сумму, и 9 тысяч, около 9 тысяч не собрали, вот, а все остальные находятся сейчас в стадии проработки. Как работает эта история? Если вы не собираете нужную сумму, то в течение какого-то периода, который вы установили, то деньги раздаются обратным тоннерам, потому что понятно, что без предстоящего бюджета вы не можете реализовать проект. Они, в свою очередь, уверены, что если они какие-то деньги скинули, но вам не хватило, то вы их там не потратите на что-то другое, что вы не заявляете. Русский аналог — это история из мира помидки, которая существует с осени 2010 года, и также там люди выкладывают разные свои проекты, и вот тут можно увидеть, собственно, как выглядит динамика, да, и, ну, ранжирование, так можно сказать. Почти все проекты связаны с дизайном и образованием, и вот дальше ниже благотворительность, к сожалению, на последнем месте. Но мне кажется, это связано с качеством информации, которую презентует человек, который хочет собрать деньги. То есть если он собирает на какие-то скучные или непонятные, или мало привлекательные, заезженные вещи, то, естественно, мотивации у людей отжать намного меньше. Дальше есть частная такая история, проектно-богутательный фонд «Ктосный яй», и, как известно, у него есть корпоративные доноры и гранты, но отдельный проектный учитель, он финансируется на краудфандинге. То есть учитель выкладывает информацию о какой-то своей инициативе частной, пишет, что ему для этого надо, и люди имеют возможность это профинансировать. Говоря там о результатах, то они говорят о том, что полностью был профинансирован и уже выполнен один проект на полтора миллиона рублей, а в стране сейчас в стадии, собственно, находится поиска вот этих самых средств. AdWord Activism — это интересная тоже краудфандинговая платформа, она позволяет инвестировать в социальную рекламу. Говорят, что приводят создатели этой истории такую статистику, что огромные деньги тратятся на бюджетную рекламу крупными корпорациям. Это, кстати говоря, слово между сравнением и конкуренцией между коммерческими организациями и некоммерческими. Естественно, когда ты инвестируешь миллиарды долларов в рекламу коммерческую, то она заполоняет. И единственный способ пробиться со своей социальной идеей — это, собственно, попробовать тоже конкурировать на уровне недобложений. И они позволяют выбрать людям социальную какую-то компанию, рекламную или пиар-компанию, которая им интересна, и помочь тоже ее организаторам профинансировать эту историю. Говоря о социальных проектах, то тут выводятся чисто благотворительные социальные инициативы, какие-то социальное предпринимательство, а также частное домохозяйство, когда людям надо совсем чуть-чуть, чтобы начать делать что-то свое. Самая большая из них — CrowdRise. Она создана была в 2009 году, и у нее есть свои фишки. Например, бонусы. Каждый, кто жертвует, накапливает какое-то определенное количество бонусов и участвует в утрене. То есть они привлекают коммерческие организации, какие-то как партнеров. Например, ты жертвуешь на чистую воду для детей в Северной Африке, и параллельно можешь выиграть iPad на свои, пожертвовав на 26 долларов. То есть это такая вот уже игровая работа модель. Еще интересно в том, что они можно пожертвовать на проект, на организацию конкретную, на команду и даже на события. То есть тебе не обязательно выбирать между детьми и инвалидами, например, а если тебе нравится конкретный фонд, или тебе нравится как-то представлена команда, состоящая из двух людей, там, Доншифтеров каких-нибудь, живущих в Нью-Йорке, ну не знаю, в Лофте. Тебе вот эта история очень нравится, что они вдруг начали что-то делать. Ты, соответственно, готов конкретно им пожертвовать, тебе даже не так важно, собственно же, что они делают. Такая ситуация просто приятная. Вот такие истории происходят. Также есть Start some good. Это больше про агротуризм, про этнотуризм, про сельскохозяйство. То есть как раз вот та история, когда они пытаются дать людям удочки, и вот эти социально незащищенные группы, вывести для них какие-то действия, которые, возможно, они могут производить сами. И попробовать профинансировать. Время акции составляет от 7 до 90 дней, и это для большинства сайтов. То есть ты сам пытаешься определить, сколько времени тебе нужно, чтобы собрать деньги, пишешь этот, соответственно, период, и начинаешь собирать. И обетоэкологические проекты. Когда я еще писала статью про это, это был в Чистоке Нью-Йорк, сейчас это уже другие штаты США. А это история про то, что люди начинают свои маленькие экологические инициативы. Я хочу провести субботник в своем дворе, мне нужно 5 тысяч рублей, чтобы купить себе перчатки, мусорные пакеты, не знаю, грабли. И вот так вот они, собственно, состоят из таких проектов. Люди финансируют, помогают друг другу, объединяются в группы на этой платформе. Очень удобно для экологических тематик. И, собственно, я читала, мне очень понравился отчет, как выглядит. Я насчитала два barbecue-грилля, которые вытащили из озера, то есть по результатам отчета от этой платформы. Или то, что там сто один проект в целом был профинансирован, как конкретный маленький частный инициатив. Global Giving Fund – это любимая, мне кажется, платформа российских и коммерческих организаций, которая там представлена. Там же и представлена организация, в которой я работаю, как волонтер. Когда мы себе начинали, нужно было собрать 4 тысячи долларов от 50 доноров. После этого мы начинаем там быть постоянно, то есть присутствуем. Для этого нужно заполнить, по сути, не очень сложную, но достаточно там объемную заявку о том, что мы делаем, какие у нас KPI, кто у нас работает, какие у нас устойчивые, есть какое-то, если развитие, видение свое. После чего мы, собственно, имеем возможность там находиться постоянно. К сожалению, они берут 13% на комиссию на все пожертвования. Это одна из самых больших таких комиссий, которые я видела на таких платформах. Мы каких-то меньше, я про них скажу отдельно. То есть если сравнивать их, то тоже надо смотреть, куда лучше, чтобы тебе было больше денег. Но, с другой стороны, вам, как собственным донорам, интересно было бы это с какой точки зрения. Вот нас, например, несколько раз находили какие-то арабские или американские организации, или даже шведские, которые, собственно, нас никогда в жизни не видели, но они смотрят вот такие маленькие локальные проекты по всему миру, смотрят, какие из них там, к чему относятся, и выбирают из них то, что им нравится. То есть это такой способ презентации информации. Вам не нужно проводить какие-то свои подпросы. Это готовая огромная платформа. Ну, соответственно, вы в России выбираете, но, в принципе, это очень удобно для того, чтобы посмотреть, сравнить проекты. Там есть теги, то есть выделить те, которые по вашей тематике. И, естественно, если вы видите, что на них уже собрано много денег, если висят отчеты, если, собственно, происходит какая-то динамика, то понятно становится, что это эффективная какая-то штука. Есть еще русские проекты, о которых я поговорю отдельно. Это «Русини». Он запустился только что. Его делает девушка, которая учится сейчас в Бене, Влада Тараскина. Меня зовут Анна. Она сама раньше работала в создании интернет-игр, типа веселого фермера, и решила в какой-то момент, что надо что-то похожее сделать для социалки, то есть применить свои знания в области IT. Она создала такую краудфандинговую платформу. На ней можно вымешивать свои проекты в области социального предпринимательства и благотворительные инициативы. Они, возможно, тоже найдутся в применении. Собственно, это также гибрид общества и бизнеса, так как Влада понимает, что в нашей стране, к сожалению, краудфандинг – это не та тема, которая в тренде. То в случае, если проект набирает 60-70% уже собранных средств, она связывается с компаниями в своем пуле, ну, с вами, партнером, и говорит им, ребята, посмотрите, осталось совсем чуть-чуть, вам нужно чуть-чуть помочь. И, естественно, это уже более убедительно звучит, чем если ты просто приходишь и бросишь деньги. И также есть тоже шкала. Вот в случае с Росиней ты можешь собрать сначала 5 тысяч рублей, потом 10 тысяч рублей, потом 15. И каждый раз ты отчитываешься за следующую сумму. И когда видно, что ты, соответственно, собираешь деньги, что ты делаешь, ты можешь повышать этот порог и собирать уже более значимые деньги. Есть Render.org – это приложение, в создании которого участвовал Алексей. Это такая история, которая началась после пожаров в 2010 году, когда люди стали кооперироваться для реализации каких-то совместных действий. И Render.org, собственно, что происходило? На карте пожаров люди собирали шланги, пожарные всякие штуки, потом появилась там карта радиации, когда просто вот модель в Шахиде вот эта была использована. А потом вдруг все поняли неожиданно, что, извини, Раш, я так за твой проект рассказываю, я просто столько много всего слышала, люди поняли внезапно, что вот эти экстренные ситуации, это, в общем-то, просто ситуации. Но на самом деле есть еще большая ситуация, которая называется «Наша страна», в которой такие вот моменты возникают постоянно. И сейчас это такая мирная история, когда люди просто бывают о каких-то своих рутинных вопросах. Тоже мой любимый пример, что многодетной матери нужен топор на даче. Вот она, собственно, или ее знакомые пишут, или может не топор, он находится там в течение 20 минут, его, соответственно, пересылают куда-то или там дают. И это вот работает для таких вещей. С деньгами они не имеют никакого отношения, и с деньгами нет. Тугетта. Тугетта родилась из портала «Доти» тоже во время пожаров, когда частные волонтеры, которые уже имели какую-то репутацию честных людей, стали делать какие-то акции, собираясь под них деньги. Они тоже назначают... Ну, тут вариант в том заключается, такое отличие, что ты не можешь сам добавить проект, ты его присылаешь организаторам, они его рассматривают в своей югской группе, и потом вносят. Но у них есть огромное сообщество, которое там сейчас уже около 2000 человек, которые постоянно в этом во всем активно участвуют, и это вот единственная, мне кажется, из русских пока краудфайзинговых платформ, которых стопроцентно, если не было вот в промашек, если вот твой проект уже висит, то он практически точно получит финансирование, потому что, во-первых, они тщательно отбирают, во-вторых, у них уже есть люди, которые готовы, в принципе, участвовать в этом. Так, виртуальная рента, собственно, была. Частная инициатива, которая не относится к краудфайзинговым платформам, но, по сути, это проект, который финансируется насчет краудфайзинга, это распил знаменитый Навального, когда каждый может поучаствовать в том, чтобы стало меньше бюрократии в нашей стране, то есть люди добровольно присылают свои деньги. Мне очень нравится отдельная история в том, что я писала церкви, это питерский церкви-хулиганок, где прекрасная Лариса Афанасьева учит детей церковому искусству, детей из кликсных семей, и они выступают на различных представлениях, дают на различные гастроли ездят. Сейчас им нужен новый шатер стоимостью 6 миллионов рублей. Но чтобы вот у меня, например, как я не знаю, как у вас, если мне нужно 6 миллионов рублей, я пойду к крупному донору, или там попробую взять грант, то есть я не подумаю о том, ой, давайте собирать их по кусочкам. Они не пошли этим путем, они разделили этот шатер на 60 тысяч кусочков по 100 рублей и объявили акцию, что каждый может купить себе кусочек этого шатра, и ваша фотка или логотип вашей компании соответственно будет на нем нарисован. К этой, собственно, инициативе уже присоединились ВКонтакте несколько очень крупных организаций и сотни людей, которые просто пишут спасибо вам за цирк, присылают свою фотку, и можно уже видеть этот шатер расцвеченный сотнями разных людей. Это очень здорово, мне кажется. на очереди 5 новых платформ. Не очень понимаю, как они будут работать, потому что мне кажется, что вопрос не в том, сколько их, а в том, насколько они эффективно работают, но мы вот эти ожидаем на данный момент. Собственно, по статистике. Вот это рынок краудфандинга за последние 2 года, как он рос в мире. Мне кажется, что тут излишне, да, что-то говорить дополнительно, это такая очень-очень большая прогресс. Чтобы сравнить, абсолютный рекорд недавно, это часы Pebble, которые, в которые интервьюируют ваш телефон, там фотоаппарат, то есть они вам все показывают, что вам сообщение пришло, на айфон он там сразу отражается, они собрали 10 миллионов долларов с лишним за месяц. И организаторы написали сумму, которая реально нужна, 10 тысяч долларов, 100 тысяч долларов, чтобы этот проект реализовать. Там сумма была собрана за 2 часа, представляете себе? А теперь посмотрим сюда. Бюджет за 5 месяцев, в ПД режиме, составляет 5 с лишним миллионов долларов, мне только что перевела, да? То есть вот примерно, ну, примерно та же сумма, что была собрана за эти часы. Но при том, что мы понимаем, что это крупные государственные компании, это очень крупные корпоративные пожертвования. То есть если сравнивать, я имею в виду перспективы краудфандинга, то нельзя сказать, что такая сумма не может быть собрана теоретически, она может быть собрана. Вопрос только, как подходить к такой истории и, собственно, ну, как к этому относиться. Жизнь до стартапа, то есть жизнь до того момента, когда вы получаете деньги на свой проект. Вот тут показано, что, в принципе, если по оси X, это сколько проект собрал пожертвования по отношению к необходимой сумме, и, соответственно, по оси Y, сколько проекта достигло данного уровня. Видно, что если, например, ну, чаще всего проект собирают там 10, что-то там с чем-то пожертвований, процентов, да, но потом идет резкая динамика вниз. То есть обычно люди его вывешивают, рассылают линки друзьям, они что-то там финансируют, потом, увы, эта тема заглогасает. То есть без, это к чему? Без постоянного продвижения вот этой своей странички, на которой вывешен уже этот проект, ничего не получится. Не надо думать, что вот эта платформа, это такое магическое место, где откуда-то берутся деньги на вашу инициативу, да, ее надо продвигать. Говоря о том, что получают создатели, монетизация, да, как работает, во-первых, они берут комиссию от 4% в случае с Инди Гоголом, например, до 15% из Global Fund, да, Global Fund. Говорят о спонсорской поддержке. Иногда компании присылают свои какие-то пакеты спонсорские, то есть, например, они дают обеды в ресторанах для тех, кто прожарил утрам в лотереях, но при этом они еще дают деньги на то, чтобы этот обед иметь возможность подложить. И получается двойное такое обложение. С одной стороны, они добавляют стоимость в виде своих продуктов, с другой стороны, они еще поддерживают. Что касается бонусов для социальных инвесторов? Но тут мы сталкиваемся с той же проблемой, почему у нас, собственно, не развиваются индивидуальные пожертвования. Они не имеют, к сожалению, никаких льгот, но зато они имеют благодарность для создателей проектов. Часто они имеют продукты выпущенные, то есть, если, например, какая-то мастерская, и создатели ищут оборудование для этой мастерской, то в детской, не знаю, в детском доме в каком-то, то потом они получают в виде продукта выпущенные какие-то, ну, не знаю, там тоже, ну, продукты просто, ну, там, салфеточки вышитые. А также они получают рекламу, как я сказала, вот, выписала церковь, то есть сейчас, представляете, купол вот этого церкви, там будет написано ВКонтакте на нем. Ну, хорошо же, такой брендовый социальный продукт, там куча иностранцев, вот, они приезжают и видят на куполе полностью, это зарисованно ВКонтакте. А также лотереи, игры, которые им в качестве бонуса. Проблема в России. У нас нет льгот, у нас очень плохая презентация проектов, то есть чаще всего это грустные глаза, заплаканные дети, непонятно, зачем это надо и к чему мы идем, им все равно ситуация не изменится, но вот вы можете что-то изменить, ну, как бы вы по слабой видите, Вот. Также не раз вот и платежные системы PayPal у нас появятся только через несколько месяцев, дай бог, пока это виртуальные деньги, которыми чаще всего не пользуются как раз платежеспособные люди из категории, там, 40+, да? То есть в основном это молодежь, которых, в принципе, мало жертвует достаточно. Вот. Но хотелось бы все-таки закончить на позитивной ноте, хотя я по слайду у меня нет презентации про позитив. Позитивно. Да, это он, но как бы я хотела сказать по-другому. Возможно, вы никогда не будете регистрироваться на этих платформах как доноры, но, во-первых, на них можно искать благополучателя, во-вторых, мне кажется, надо отчаянно советовать всем своим бенефициантам. Субтитры создавал DimaTorzok